Продолжение следует... Ну, давали нам с утра, конечно, каких-то бонусов, когда мы только появились в данном лагере. Интересно самое другое. Вот эта вот карта, она здесь как вообще позиционирует себя? Как видимо, что она очень здоровенная. Чем-то напоминает масс-эффект, конечно. Давайте просто походим по границам карты и посмотрим. Может быть, есть какие-нибудь плюшки? Хотя, мне вот интересно другое вот. А если я выйду за границей, я умру или нет? Меня вот как-то вот это очень сильно настораживает. Да. Вот так вот это работает, да? Выйдя за границу карты, мы получаем максимальный сразу бонус себе. Мы начинаем заражаться какой-то непонятной фигнёй и блевать на месте. Ну что ж. Так вот, возвращаясь к тому, что я начал. У нас пропали два человека. Это старый гвардеец Форд, капитан нашего блока 13. И неизвестная она пока женщина Клементина. Куда она пропала и куда он делся, нам такое неизвестно. Будем отправляться их искать. Зато мы теперь знаем, что выйдет за границей карты, мы сразу начинаем терять сознание. Ну что ж. Давайте бегать, искать, смотреть. Интересно же всё-таки, где мы здесь находимся. Да, кстати, карта немного напоминает, я вам серьёзно говорю. Местами Mass Effect. Такая же обширная, но Mass Effect совершенно другая игра. Давайте посмотрим, походим. Как-то странно, я чё-то не помню. Ведь карта же, она открыта, а в чём проблема тогда? Ведь там граница у нас не обозначена. Почему мы начинаем здесь сблевать-то? Или всё-таки есть какие-то рамки, да? Ну ладно. Наши проблемы мы поняли. Так, вон там я вижу уже какой-то светящийся предмет. Давайте начнём тогда слева. А вообще, граница карты, она как обозначена-то? Так. Получается, граница красного это всё. Там какой-то вон порт. Да, какое-то здание. Оно нас будет атаковать? Да, будет. Интересно. Ты готов, Джерели? Можно я тебя поглажу? Или ты... Не готов пока... Отправляться в бой? Ну ничего страшного. Разберёмся, я думаю. Так, давайте тогда сейчас обойдём с другого места. Исследуем карту. Надеюсь, я не утону там. Хрен его знает, да? Так, ну здесь всё понятно. Здесь ничего нет. А, ну это патрули, да? Собачку-то мы не надо обижать. Уроды. Так, что это у нас? Железо. Отлично. Хоть что-то я нашёл. Это что? Лом. Это что такое? Обижает мою собачку. Ни за что, уроды. Так, а мы можем туда залезть? Нет, модуль пока применять я не хочу. Мне интересно посмотреть. Собака, кстати, у меня молодец. Тоже далеко залазит. Это отлично. Нет, залезть я не могу, да? Ладно. Не, карта, конечно, прикольно сделана. Открытый такой мир. 3D-карта. Ха! Сальтуху я сделал. И собачку у меня исполняет. Так. Чё-то это за фигня, а? Это, кстати, та же самая винтовка, которая у нас и была. О, отлично. Железо. Хоть копеечки мы фармим. Скорее всего, надо, ребята, двигаться на ту базу. Я так думаю. Так что давайте продвигаться туда. Так, карта у нас такая, да? Надо подумать, как туда попасть. Или по воде просто пробежаться. И как думают жерели, мы не утонем? Нет, отлично. Железо, да? Так, я чё-то там вижу фиолетовое. Фолиант, наверное, знаний. Ладно, давайте ещё сюда. Направо сбегаем. Хорошо. Минтовка, кстати, классная. Нормально. Кассик. О-о-о. Это что за теробора, блин? Что? Какого только дерьма тут нету, блин. Да, неплохую пушку нам дали. Так, патрон для винтовки и люминитовый кристалл. Отлично. Да, собачка наша, конечно, не может атаковать воздушные цели. Всё-таки у него недостаточно прыгучести. Ну, это типа у него щит. Так, аккуратней. Так, давай туда сходим. Там-то мы, надеюсь, не сдохнем. Надеюсь, что что-нибудь спрятали. Отлично. Железо. По карте надо, я думаю, максимально нам, ребята, упражняться. Потому что какие-нибудь плюшки должны быть точно. Так, сюда мы с тобой заходить не будем. Пойдём. Не знаю, правильно я класс выбрал, но я думаю, что всё-таки если прокачать мою собачку, то она будет очень мне часто помогать в какой-нибудь ситуации. Чё тебе надо, а? Ну, поехали, давай. Ой, бля. Это чё-то не на мне. Непринай себе. Нормально он прям вкатывает. Патроны кончились. Блин, крепкий он. А, так это босс был, да? Мини-босс был. Ты живой, Джерри? Его тут тоже немного покромсали. Так, идём вниз тогда. Аккуратно. Не, ну да. Если так в плане геймплея, то, конечно, второй римминг на голову выше, чем первый. Визуализация, система боя, конечно. Это прям нормально. Так, подожди-ка. Окей. То есть как это мы не попадаем? Так. Отлично. Ну что? Блин, карта-то здоровенная, да? А, так она то есть 3D-шная. Вот она, карта, да? Так, давай туда. Сейчас зайдём в помещение. Патроны для пистолета. Чё это за терминатор? Так-то они слабые, конечно, для моей пушки. Не знаю. Джерри ли? Аккуратней. Атакуй. Играет музыка. Играет музыка. Так, вроде чисто. Так, контейнер, да? Пыль и реликвии какая-то. Старинная мазь. Неплохо. Так, понятно. Это у нас здесь лифт. Не знаю, стоит ли туда идти. Давайте пока пошаримся еще по карте. Она все-таки здоровенная. Может быть, что-нибудь еще найдем. Так, вон там фолиант. Надо его по-любому сейчас забрать. Так, здесь у нас что? Неплохой пистолет. С патронами у нас, конечно, проблемно. Так, туда мы не залезем. Смысла туда идти нет. Ладно, пойдем обратно. Была бы команда бы у собаки бы, допустим, она всегда бы атаковала любого противника, находящимся рядом с тобой. А если ты кого-то конкретного хочешь, то ты даешь ей команду. И она принимает условия. Так, там я был. Вон там что-то еще, да? Какие-то ворота. Что это у нас? Преобразователь кинетического щита. Давайте посмотрим, что он преобразует. Так, собачка, да? Кинолог. Чтобы мне прокачаться, мне нужен опыт. Персонаж, так, кольцо. Увеличит урон от модуля 25%, пускай зарядку модуля на 15. Пока на вас действует щит. Ладно. Так, джерели, пойдем. Туда пока сходим. Контрольная точка. Ну тогда давай сохранимся, обнулим наши патроны. Так, карта области. Понятно. Присоединиться, так. Вернуться в блок 13. Ну что, джерели, пойдем. Что у нас здесь? А кто это? Покровитель. Здравствуйте. Я тут немного у вас пошарить. Вы не против, да? Еще раз здравствуйте. Как неожиданно. Нерут так долго искал жизнь. А теперь, столько времени спустя, жизнь явилась сюда сама. Мне многое хотелось бы узнать, однако есть более важная задача. Мне нужна твоя помощь. Я покровитель. Джиры поручили мне оберегать Нерут. Остался последний шаг. Однако у меня возникла проблема. Я думаю, что разрешить ее поможешь ты. А что у вас за проблема? У меня на пути стоит Талрата. Чтобы спасти Нерут и уцелевших джиров, мне понадобится его знание. Он противится мне вопреки здравому смыслу. Я не могу продолжить без него, но бездействовать нельзя. Найди его, добудь его эхо и принеси мне. А Талрате нужно его эхо? Я понимаю суть твоего вопроса. Боюсь, интуиция тебя не обманывает. Тебе придется устранить Талрату. Серьезно? Другого пути нет. Молодец. Он счел, что его жизнь ценнее чужих и вынудил меня принять трудное решение. Увы, я не смогу до него добраться. Зато сможешь ты. Убей Талрату и забери эхо его разума, чтобы спасти Нерут. А где его искать-то? Талрата скрывается в своей камере. У него осталась лишь предельная зола. Она помогает ему выжить. Прими вот это. Зола отравлена. Но яд не завершит начатое. Он лишь ослабит Талрату. Чтобы тебе было проще. Пусть Талрата вдохнет салон. Ладно, а можно задать несколько вопросов? Я постараюсь ответить. Я ищу существо, похожее на меня. Ты никого не видел? Я ни разу не встречал никого из твоих сородичей. Если они и существуют, мне о них неизвестно. А для чего тебе нужно это эхо? Без него я не смогу управлять кораблем. У меня есть доступ к ядру Неруда, но мне нужны данные, чтобы довести корабль до места назначения. А куда ты отправишь данный корабль? В Алепсис Тауру. Это единственный оставшийся вариант. Если я прыгну в Алепсис Тауру без верных навигационных данных, Неруд непременно погибнет. Если же не прыгну, в итоге Неруд тоже погибнет. Есть лишь один приемлемый выход. А что такое Алепсис Таура? Это сверхмассивная черная дыра, не похожая ни на что, с чем мы сталкивались. И я, как понимаю, ты хочешь туда отправить корабль, да? Решение может показаться нелогичным, но мои расчеты точны. Это единственный разумный выход и последний способ спасти джиров. Беспокоиться не о чем. Неруд уже однажды входил в Алепсис Тауру и уцелел. Ну понятно, понятно. Так что это за место? Это Неруд. Звездный корабль и дом некогда великих джиров. Его построили, чтобы искать жизнь во вселенной. Увы, мы так никого и не нашли. Кроме тебя, конечно. В конце концов, мы оказались здесь. Это хорошо, что я удачно сюда зашел, да? Джиры много лет изучали этот феномен. Внутри него сокрыты тайны самого мироздания. Разумеется, джиры захотели попасть внутрь и встретиться со своим создателем. Увы, это оказалось опаснее, чем предполагалось. А где все джиры? Боюсь, история печальная. Но я расскажу. Ну давай. Мы хотели войти в Алепсистауру. Для них это был единственный способ обрести нужные знания. Решение не было бездумным. Джиры знали о рисках, но расчеты указывали на высокую вероятность успеха. Случившееся стало неожиданностью. До входа в Алепсистауру звезды еще горели. Но внутри время движется медленно. Для Неруда прошло всего сто лет, но снаружи вселенная медленно погибала. А как Талрате удалось выжить? Кто-то укрылся в камере, которую построил Талрата. Он не согласился с решением войти в Алепсистауру и подготовился. Его действия оказались оправданными. Я не знаю, что случилось с теми, кто скрылся с ним. Могу только предположить, что они мертвы. Но Талрата, вопреки всему, выжил. А каким тогда образом прыжок в черную дру может спасти Джиров? Других вариантов нет. Если Джиров и можно спасти, то только в Алепсистауру. Здесь существуем только ты и я. Все остальные находятся там. Получается, ты просишь меня убить Талрату ради только лишь информации? Если вкратце, то да, но все гораздо сложнее. Без содействия Талраты мне не спастит Джиров, но он отказался помочь. Талрата — так называемый астропат. Астропаты учатся чувствовать звездные потоки, чтобы прокладывать невероятно сложные маршруты на ходу. Даже самая мощная система не сможет выполнить необходимые вычисления. Мне нужна не столько информация, сколько сама сущность Талраты. Хорошо, я тебя понял, я пойду. Ты найдешь Талрату в его камере. Добудь его эхо любой ценой. Хорошо, основатель, я вас понял. Пойдем, Джирили. Будем добиваться. Окей. Обновились сего-то, да? После нашего с тобой ознакомления с красным камнем, да? Давай, Джирили, подхожи, что ты умеешь. Пойдем. Еще немного пофарнем. Смотри-ка, они прям повылазили прям. Ну, заодно хоть прокачаемся чуть-чуть. Давай, Джирили. Пас. Прокачка идет, да? Это отлично. Так, там что, патроны? Давай-ка их заберем. Мало ли что случится. Так, ну что? Давай отправляться на ту базу, которую мы изначально заметили, но никак не посетили пока что. О, понятно. Повылазили, да? Давай-давай-давай. Тихо-тихо-тихо. Ты меня-то только не трогай, да? Что-то у вас бунный дофига прям. Новый уровень. Так, новая техника, стальной охотник. Короче, система осталась долбежки талантов, как до этого было, да? Так, персонаж. Что у нас здесь? Талант. Пока спутник активно находится не до 7 метров от вас, на 73% больше урона у мини дальнобойного орудия. Я вас услышал. Так, давайте посмотрим по карте, что у нас здесь. Имеется. Так, это та база, которая нам изначально была видна. Так, ладно, не пойду я за патронами туда. Нам, по-моему, и так пока хватает. Если что, мы туда вернемся. Так, что это такое? Лом. Железо. Отлично. Так, вот эта база, да, какая-то тут? Странная. Давай, джеррили, к бою. Так. Тааак. Так. Дофига вас что-то больно здесь Появляются Но пока вроде плюшки меня не обижают В принципе Так Ну что давай сюда Сбегаем Только тут ничего нет Давай теперь тут Пошаримся Готовься джерели мало ли что Интересно можно броню будет повесить на джерели Ну то есть из собаки сделать универсального помощника Было бы прикольно Так Что-то как-то тут все скромно прям Да и внизу наверное нифига нету Наверх тоже не подняться Да Я-то ожидал что-то реально какая-то база А это так себе Так понятно Это называется да Коллапс На минималках Ну началось Конечно началось Пока пробьешь щит его Оооо А вот это уже интересней Так Давай-ка сюда Ни хера тут нету Давай пока сюда джерели Чисто Ёб твою мать Я как понимаю Если карта кончается Экран начинает краснеть Ну то есть Темнеть по факту Что это у нас Фолиант знанит Хорошо Пойдем Даже музыка местами чем-то не напоминает Mass Effect Так Ну карта да здоровенная В принципе я все И уже обшарил Да Ну тогда давай спускаться вниз Что там Ждет нас Да понятно Тяжкие таланты Потом мы с ними разберемся Пока не до этого Ты типа спрятался да Такой умный Типа считаешь Рыбокоп Не Интересно Кстати тоже момент такой А вот если я потеряю Собаку Погнали Вперед джерели Разорви его на запчасти Молодец Неплохо Ну ка Давай тогда этот вид Попробуем Что то же он из себя Представляет Поехали Прыгай Понятно Прыгнул Прыгнул Уже он Какая то хрень тут уже он Атакует нас Пойдем Прыгнул так если мы а ну это заражение делать ни хрена себе вот это я себе проблему сейчас сделал будем знать стали это вообще минимальная отдача так давай сюда сходим найдите клементину и затянул огромный красный кристалл блоки 13 сейчас неизвестно искры души голос стеклянной палате попросили найти искры души так два часа обсуждающий сходим из до конца карту посмотрим а здесь ни хрена я не туда а здесь ничего и нет ну что заходим а а Продолжение следует... Ну что, попали мы в другое абсолютное место. Ну ты готов, Джулили? Пошли. Смрадное царство. Вход в область. Поехали. Контрольная точка. Кстати, да, по поводу того-то места-то я не исследовал, там где Лит был. Надо будет как-то его потом посетить, что ли. Так, здесь проход. Здесь что у нас? Непонятно. Так, что-то там фиолетовое есть. Единственное, на ключ надо. Да? Скорее всего. Пойдем. Если что, не спину прикрывай. Понятно. Сейчас помогу. Хорош, Джулили. Ну он хорош тем, что на себя агрит всех соперников. Поэтому мне нравится в нем. Что такое пыль реликвии, конечно, пока непонятно. Ну-ка, подожди. А вот это-то оно взрывается, нет? Ну-ка, отойди, Джерри. Просто ломается, но никакого эффекта нет. Давай, идем дальше. Чем там пытался накастовать-то? Давай через верх в начале. Ё. Это называется вспышка с тыла, да? Чего-то они все снизу-то поубегали. О, давай, давай, давай. Объединение. И это на что надо, это объединение. Угнетение, да? Пока что все. Да, пока что все. Урон от умений. Получен фрагмент реликвии. Но с этим надо потом почитать, разобраться как-нибудь. Что вообще это дает. Так, подожди, давай сюда. Так, отсюда я пришел. Наверх я поднялся. Сейчас мы с тобой тогда идем вот так. Давай попробуем сюда. Что-то какие-то коридоры прям здоровенные. Ну все, к бою всегда готов. К бою всегда готов. К бою всегда готов. О, так он еще и в этом, да? Ни хера себе. Да отойди ты на хрен, блин. У меня сейчас похно, да? Спасибо, друг. Спасибо, друг. Что-то, друг, что меня выручил. Да, попробуй его еще размотай, блин. Так, шуфи мы с него сняли. Давай работаем. Да, я не херал. Чуть просто на его, блин. Чуть просто на его, блин. Я не очищаю. Чуть просто на него, блин. Больше. Какой. Чуть просто на его. Чуть, чем б разорачиваешься. Ну, отойди, младошка. Плохо дела. Это было потно. А сейчас если возвращаться, то мы просто все потеряем. И нам придется их по новой всех гасить. Так, теперь надо подумать, куда нам идти. Трудновато. Особенно без патронов. Продолжение следует. Что за жирный карапуз, блин? Что-то мне нехорошо. Конечно, блин. Да иди ты нахрен, блин. Да. Когда нет патронов, начинаются проблемы. Вот тебе и называется, и поиграл, да? Ну что, джирели, начинаем по новой. Вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...